Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными людьми. Хьюм Даниэл Данглас. Шотландский медиум-спириоталист, прославивший своими способностями к ясновидению. В числе близких знакомых, почитателей Хьюма были европейские монархи, члены их семей, императоры, Наполеон. Писатель Канандоль присутствовал на сеансах Хьюма, впоследствии составил краткое резинеописание минимума в работе «История спиритуализма». Хьюм сам приглашал на свои сеансы независимых наблюдателей, в числе которых были известные ученые Лодж, Крукс, Барретт, Ламбразо и ни разу не был увлечен в мошенничестве. Приобрел репутацию величайшего физического медиума всех времен. Огромный успех имели сеансы Хьюма в России, организованные Аксаковым и Бутлеровым, участие в которых приняли члены царской семьи и сам Александр II. На сеансах Хьюма фортепиано играло само по себе. С запястья императрицы сняли браслет, и он кружился над ее головой. По просьбам императора из воздуха появились листы бумаги с водяными знаками монархов и подлинными автографами Екатерины и Павла I. При посредничестве Александра II был устроен первый брак британского медиума. В 1858 году он женился на Александра де Кроул, 17-летней девушке из аристократической русской семьи. У них родился сын Григорий. В 1862 году Александра заболела туберкулезом и умерла. Позже, в октябре 1871 года Хьюм женился во второй и последний раз. Также на русской женщине Юлии Глумелиной, с которой познакомился в Санкт-Петербурге, после чего принял православие. Хьюм издал мемуары «Откровения о моей сверхъестественной жизни». Они были изданы в 1862 году в Европе. Ученые изучали феномен медиума и ни разу не обнаружили мошенничество в его способностях. В отличие от других спиритуалистов, Хьюм левитировал при свете дня. Его способности проверяли независимые эксперты, известные ученые 19 века. Оливер Лодж, Уильям Крукс, Уильям Барретт, Чезаре Ламбразо. Хьюм писал, «Я, обладая некими способностями, я буду счастлив продемонстрировать их в меру своих сил, если вы отнесетесь ко мне, как джентльмен к джентльмену». «Я буду рад, если вы сможете в какой-то мере объяснить эти явления и готов участвовать в любых разумных опытах. Сам я не имею власти над этими силами. Не я использую их, а не меня. Бывает, они покидают меня на несколько месяцев, но потом появляются вновь с удвоенной силой. Я не более чем пассивный инструмент». Современники отзывались о нем, как необычно скромном человеке. Несмотря на личное знакомство практически со всеми монархами Европы, шантландец вел себя просто, никогда не брал денег и относил к своим способностям, как к дару свыше. «Я послан с миссией, цель которой доказательство бессмертия», — говорил в видео. «Уильям Крукс утверждал, что стал свидетелем более 50 случаев леетации Хьюма при хорошем освещении, когда медиум поднимался на 1,5-2 метра выше пола. Вот как пишет Крукс. Когда Хьюм снова измыл воздух, я провел руками вокруг его тела в поисках невидимых глазу веревок или шнуров, которые могли бы поднимать и удерживать его в таком положении, но ничего не нашел. Несколько раз я наблюдал, как Хьюм залетел вместе со стулом, на котором сидел. Гораздо реже, но такое случалось, что вместе с Хьюмом залетали и сидящие рядом люди. Он оторвался от стула, поднялся на 4-5 футов над землей. Мы видели, как его фигура перемещается от одного края окна к другому, ногами вперед, в горизонтальном положении, писал Роберт Белл в статье «Удивительнее, чем фантазия», которая вышла в журнале «Корнхюм» в 1860 году. В 1868-м медиум продемонстрировал сенсационную левитацию. Хьюм вылетел из окна спальни третьего этажа дома по адресу Эшли Хаус, 16, и влетел обратно в распахнутое окно соседней гостиной, пролетев 70 футов над землей. Даниил Хьюм обладал способностями, которыми не овладели другие медиумы. Спиритуалист клал руки в огонь камина и доставал из него горящий уголь большого размера. Хьюм дул на кусок, и уголь раскалялся до бела. Медиум не чувствовал боли и не получал ожогов. Во время некоторых сеансов он уменьшал вес предметов до невесомости. Русский химик Бутлеров изучал опыт Хьюма по левитации стола. Ученый замерил вес стола до, во время и после экспериментов. До опыта стол весил 45 килограммов, а когда медиум прикоснулся к нему, вес стола уменьшался на 14 килограмм. Потом Хьюм приказывал столу стать тяжелым, и никто не мог сдвинуть его с места. В конце опыта медиум сделал стол легким, таким, что тот залетел. За всю жизнь Дэниел Хьюм провел более полторы тысячи сеансов. Перестал заниматься медиумизмом в 38 лет из-за ухудшения здоровья. Через 15 лет медиум скоропостиженно умер от туберкулеза. Его похоронили на русской части кладбища Сен-Жермен. Фантомы, автописание, материализация, люминесценции, звучание музыкальных инструментов, на которых никто не играл. Вызывание перемещения предметов на расстоянии. Левитация самого Хьюма. Левитация мебели без всяких контактов. Передвижение мебели без всяких контактов. Увеличение веса предметов. Шумы типа ударных, сотрясающих подобные легким стукам, царапинам, иногда детонациям. Изменение температуры, вызывание колебаний воздуха, поднятие тяжелых предметов. Это все Хьюм. Ну вот так вкратце, что мне удалось найти о Дэниел Данглас Хьюм в шотландском медиуме Спиритолисте. Данные в Википедии, сведения из интернета. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Что-то интересного узнали, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok